МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Наталья Горковцова, победительница Мисс Сама Интернешнл 2016. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Расскажите об этом конкурсе красоты, в котором вы приняли участие, где он проходил, как и чем вы там занимались? Буквально на днях я вернулась из Колумбии, конкурс проходил в Колумбии. Там изначально принимало участие 60 стран. Они постепенно отсеивались. Сначала до 35, потом до 12. 12 уже участниц были, соответственно, на сцене, из них уже выбирали лучшую. Что вам там надо было сделать? Приходилось ли петь, плясать, что-то рассказывать? Нет, петь, плясать не приходилось, конечно. Это конкурс международного уровня. И основная задача была представить страну, Россию, на высоком и достойном уровне. И, соответственно, через красоту я уже представляла страну. Одно из условий обязательных – это было изготовление визитки, видео-визитки на 4 минуты, где нужно было рассказать о всех прелестях нашей страны. Именно о России, показать ее все достоинства, показать, насколько мы великая страна. Это был, наверное, основной такой момент конкурса. Ну, наверное, иностранцы должны были что-то узнать о России, почувствовать. Вот что именно вы, может быть, подали в своем вот этом ролике, в своей презентации? Какая-то изюминка была? Конечно. Во-первых, в ролике использовалось стихотворение о России. Оно было переведено на испанский язык. То есть, чтобы в Колумбии могли без переводчика понимать, о чем идет речь. И на каждое слово из этого стихотворения, переведенное на испанский язык, уже была своя картинка. То есть, ну, это совокупность была. Скажите, это который по счету вот уже конкурс? Вы, наверное, не первый раз, да, посещаете конкурс красоты? С чего все начиналось? Ну, начиналось все с Рязани, с миссис Рязань. Это было первый раз, когда я участвовала, это было в 2012 году. А потом постепенно я перешла уже на российский уровень и вышла на международный уровень. То есть, начав в Рязани, можно дойти до Колумбии? Конечно, можно. И я не планирую останавливаться, я планирую на миссис Вселенную ехать в мае этого года. На миссис уже, да? Нет, в 17-го года, да, на миссис Вселенная, да. Вот скажите, у вас двое детей. Да, абсолютно. Получается, вы все-таки месяц. Как вам удается столько дел совмещать? И вы ездите в разные страны, занимаетесь красотой, воспитываете детей. Откуда сила, энергия? Может быть, чем вы вдохновлены? Наверное, я не делаю ничего, что мне бы не нравилось. Поэтому это основное. Я люблю жить, я люблю детей, я люблю людей. Мне нравятся конкурсы. Мне вообще все нравится, все, что вокруг. Ничего того, что я не люблю, меня не окружает. Соответственно, все, что я делаю, это удовольствие и силы всегда есть. Скажите, а когда вы начали увлекаться именно вот этими конкурсами? Когда вы поняли, что вам стоит принять участие хотя бы в Рязани в конкурсе? Когда это произошло? До 30 лет я сил в себе вообще не чувствовала и не считала, что я выгляжу на том уровне, чтобы можно было выходить на сцену и представлять себя как-то красиво, не говоря уже о стране. После 30 лет я начала пробовать. Мне показалось, что я выгляжу так, как я себе нравлюсь. И пошла двигаться дальше, дальше. Съездила в Москву, участвовала в кастингах, в модельном агентстве, где меня с огромным удовольствием и радостью приняли сразу. Взяли мой портфолио, который пустили в работу. Дали мне, опять же, уверенность в себе, что я в правильном направлении двигаюсь. И я пошла дальше и дальше. А среди соперниц в Колумбии, ну, если грубо говоря, соперницы же все-таки, да? Ну, так они называются, да, конечно, это соперницы. А вот какого возраста они были? Считали ли вы их действительно своими соперницами? Или вы чувствовали, что вы действительно лучше, может быть, в чем-то? Ну, вы знаете, когда я туда прилетела, в Колумбию, и когда стали собираться анкеты девушек, мы стали обмениваться возрастом и какими-то анкетными данными, я поняла, что я, в общем-то, нахожусь в такой авантюрном мероприятии, потому что этот конкурс не миссис, не для замужних, этот конкурс мисс для девушек до 26 лет. Когда я это поняла, мне не 26, а гораздо больше, прибавляем там 9 лет. Я к организаторам конкурса подошла и говорю, вы понимаете, ситуация такая, что, наверное, я не в своей весовой категории, я в абсолютке. Они сказали, здесь не является какой-то проблемой, мы отсматривали именно по внешним данным, все это было с Москвой согласовано, поэтому мне сказали, вы выступаете на том уровне, на котором вы привыкли выступать, и жюри оценит вас, рассудит вас, и, соответственно, будет понятно, кто здесь занимает первое место. Поэтому страха как таковым не было, потому что я поняла, что раз так, значит так, назад дороги нет, двигаемся вперед. Скажите, а вот есть ли что-то, может быть, какой-то секрет внутренний, которым вы готовы поделиться? Ведь вы поняли, да, в какой-то момент, что, возможно, это даже и внешняя составляющая, может быть, что-то внутри вас произошло, вот как это было? Есть какой-то секрет для выступления таких конкурсов? Ведь наверняка не просто внешнюю красоту надо показывать. Ну, в моем понимании самое главное, во-первых, абсолютно ничего не бояться, не волноваться. То есть конкурс красоты – это такая вещь, сукубом жюри, нельзя оценить девушку. Вот блондинка, вот брюнетка, ну кто из них красивый? Ну, это очень сложно понять. Больше ценят не внешность даже, а внутреннюю энергетику и харизму. То есть если ты выходишь уверенно на сцену, если ты идешь красиво, не пошло, не вульгарно, а именно красиво и смотришь в глаза жюри, не боишься никого и при этом не считаешь себя суперзвездой лучше всех. То есть на достойном, на уверенном уровне это очень чувствуется. Вот эта внутренняя сила человеческая, она очень видна сразу на сцене, и все это утраивается. И, естественно, это сразу заметно. То есть сцена, она показывает все минусы и все плюсы, она их всех в куб воздвигает, да? И самое главное, наверное, для меня, я никогда не считала себя лучше других. То есть у меня этого нет и не будет никогда, как многие там говорят, ой, звезды, они там вот все выше, выше, выше. Нет этого, тебе это сейчас дали, а через там короткое время могут забрать. Скажите, а что вам больше всего нравится вот в этой своей работе, в этой профессии? В конкурсах красоты мне нравятся возможности, которые эти конкурсы мне дают дальше, для дальнейшего развития. Я не наслаждаюсь тем, что я на сцене, я такая красивая, меня оценили, мне первое место. Это как необходимость для дальнейшей работы моей. То есть я это воспринимаю больше как работу. И что вам сейчас это дает, получается? Я слышала о фонде, о благотворительной. Да, у нас есть, у меня и мои команды, фонд, он благотворительный, но не только. Называется он «Крылья мира». Дает мне эта возможность выйти на международный уровень. «Крылья мира» он должен покрывать весь мир, не только Россию. А так как фонд связан с работой с информационными технологиями в России, для того, чтобы все это вынести на международный уровень, показать, что Россия и интернет-технологии в России, они не отстают, они на должном у нас уровне тоже есть. И, соответственно, мы можем конкурировать с Европой. Вот, в общем-то, на это все фонд будет направлен. Но это все так же получилось после того, как вы уже заняли какие-то призовые места на конкурсах, да? Видя то, что у нас очень много идейных людей, кто хочет что-то придумать, сделать. Даже вот, ну, чтобы было понятно, допустим, есть дизайнеры, которые какие-то делают ювелирные украшения, да, ручная работа, красивый, замечательный. Они сделали эти ювелирные украшения, куда их деть, они дальше не знают. Они не знают, как работать с налоговой, они не знают, как открыть фирму, они не знают, как это продать, бухгалтеры, они этого ничего не знают. Вот фонд является такой поддержкой, то есть если человек придет со своей идеей и расскажет, вот у меня есть, я там вот-вот-вот сделал, что мне делать дальше? Ему выделяется команда, ему выделяются какие-то средства, которые помогают ему это все продвигать. И через интернет, опять же, делается интернет-магазин, делается или стартап какой-то проект. И, соответственно, это можно уже продавать по всему миру. То есть человек, просто сидя на месте в каком-то городе, он не просто сделал себе украшения, он может развиваться дальше и дальше. Соответственно, что самое важное, человек не чувствует себя одиноким. То есть у нас было и бывало такое часто, что человек хочет что-то внести, да, какие-то там для государства сделать, он не чувствует в себе силы, потому что нет поддержки. А наш фонд дает возможность почувствовать, что человек не одинок, и любые идеи его – это не просто ерунда. А если это действительно стоящие вещи, то это можно поддержать, и он это может зарабатывать. Наталья, я сейчас вижу, что вы очень окрыленная, энергичная. Как-то вы делитесь, может быть, с девушками-секретами своими? В первую очередь, это очень важно ничего не бояться. Просто не бояться. Второе – это важно быть в гармонии с собой. Не обманывать себя. Если что-то хочется делать, нужно пробовать. Если вы чего-то не хотите, а вас уговаривать, нужно честно сказать, я это не хочу, я не буду, потому что мне некомфортно. То есть основная цель женщины – это беречь свою внутреннюю энергию. То есть не отдавать ее просто так, а беречь. Если что-то не хочется, не ради кого-то делать ни в коем случае нельзя. Это ваше, это внутреннее, это надо вот здесь беречь. И если это все есть, то вокруг будут только те люди, которые это понимают. Потому что люди, которые не захотят прислушиваться к вашим ощущениям и чувствам, а вы им честно сказали, я это не хочу, я это не хочу, они просто отваливаются от вас. Соответственно, их меньше, но все качественные вокруг. Спасибо вам, Наталья, за эту беседу. Желаю вам дальнейших успехов, процветания фонду. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова